Дипломатический конфликт с Болгарией. Дойдет ли дело до разрыва дипотношений? София оставила в силе решение о высылке 70 российских дипломатов. Теперь Москва рассматривает вопрос о закрытии своего посольства в Болгарии, но пока конкретики нет. Что значит закрытие российского посольства в Болгарии? Республика отказалась выполнять ультиматум Москвы и намерена выслать 70 российских дипломатов. Теперь российский МИД рассматривает вопрос о закрытии своего посольства в Софии, но пока конкретики нет. Сами болгары надеются, что через три месяца с приходом нового правительства отношения стран оттаят. Никто не хочет, чтобы пострадал туризм, бизнес и другие международные проекты. Продолжит Вера Сапрыкина. Три года назад Россия и Болгария отметили 140 лет своих дипоотношений. Президент Руменрадов тогда выступал на ПМЭФ и отметил, насколько переплетена наша история. От Болгарии Россия получила письменности веру, а в 19 веке благодаря России Болгария получила независимость от Османской империи. А на этой неделе тот же президент Радов буквально развел руками и заявил, что не знает, откуда у его премьера Петкова информация о шпионах в российском посольстве. На прошлой неделе главу Кабмина отправили в отставку. У власти он был всего полгода, его обвинили в неспособности сдержать инфляцию и отсутствии борьбы с коррупцией. В своей отставке Петков обвинил пророссийские силы и мафию, а потом объявил о высылке двух третий сотрудников российского посольства. По его словам, о шпионаже среди дипломатов из России он узнал из докладов спецслужб, но официального подтверждения от силовых ведомств нет. «России доказательств тоже не представили», — говорит посол России в Софии Илеонора Митрофанова. В четверг вечером она передала в МИД Болгарии ноту, где предложила отменить решение Кабмина к полудню-пятнице, иначе Москва может вообще закрыть свое посольство в стране. Требование не было выполнено. Опрошенные Бизнес-ФМ жители Болгарии единогласно назвали решение их властей большой глупостью. Если до этого только половина жителей страны хорошо относилась к России, теперь их стало еще больше, — говорит председатель правления Евразийского института геополитики и экономики в Болгарии Племен Милетков. Если закрыться посольство, консульство, не работает, это очень трудно для Болгарии. Что сильнее пострадает? Какие-то, может быть, российско-болгарские проекты совместные? У нас газ нет. Вот премьер-министр отказался заплачивать за газ в рублях. Мы взимаем, 3 миллиарда 500 миллионов кубометров газ у нас нужно. Болгария покупает от России ядерное топливо для болгарской АЭС. Закрытие посольства — это фактически разрыв дипотношений. Формально это означает прекращение всех международных проектов. В 2008-м Грузия разорвала с Россией дипотношения и с тех пор Москва и Тбилиси общаются только в рамках женевских дискуссий. Но торгово-экономическое сотрудничество продолжается, поэтому и в Болгарии оперативного сворачивания совместных энергетических, культурных и общественных проектов ждать не стоит. Если они, конечно, не пострадали от санкций ЕС, которые правительство Петково поддержало, может возникнуть проблема с визами. Отдыхать в Болгарию ездят в основном наши соотечественники, также республика — популярное место для покупки зарубежной недвижимости. По разным данным, россиянам там принадлежит от 300 до 400 тысяч вилл, домов и квартир. Но въехать в страну можно и по Шенгену, а также по визам Румынии и Хорватии, говорит директор международных проектов эмиграционно-визового агентства «Еврорезидент» София Дефосе-Аксютина. Слажнее, конечно, тем, кто хотел бы получить вид на жительство болгарский, для этого хотел бы получить резидентную визу, но из этой ситуации можно найти выход. И мы, опять же, находим, потому что, к сожалению, среди наших клиентов очень много также тех, кто уже выехал из России и, находясь за пределами, решает оформить себе тот или иной вид на жительство. Глобально закрытие болгарского конфликта, как бы от этого мир не перевернется, как говорится, но, безусловно, какие-то неудобства испытают жители, которые будут получать визу. Поэтому, если есть у кого-то желание получить резидентные документы других стран, то мне кажется, что сейчас уже поезд движется по перрону, но можно еще запрыгнуть в его вагон. Болгары в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразили надежду, что после смены правительства отношения стран вернутся в норму. Уже в пятницу вечером президент Болгарии вручил мандат на формирование Кабмина, кандидату в премьеру отправящей партии и министру финансов Асену Васильеву. Президент отметил, цитирую, «Со вчерашнего дня мы также находимся в международном кризисе, а общество нуждается в безопасности и предсказуемости. Вопрос, прислушается ли к этому призыву возможный премьер, остается открытым». Васильев – давний соратник уходящего Кирилла Петкова. Россия ведет диалог с Евросоюзом по проблеме транзита в Калининград через Литву, довела до Брюсселя свои озабоченности, но в то же время продолжает работать над пакетом ответных контрмер, которые будут введены в случае, если решения проблемы не найдут, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Думаю, что на сегодняшний день ресурсы для нахождения решения еще не исчерпаны, но мяч находится на стороне ЕС и Литвы. Еще раз подчеркну, мы готовы к любым сценариям, сказал Грушко. Украина попросила Турцию задержать и арестовать судно под российским флагом, которое вышло с зерном из порта Берденска. Об этом сообщает рейтер со ссылкой на документ и неназванного украинского чиновника. Судно зафрактовано российской компанией у казахстанского владельца. Он утверждает, что услуги по перевозке зерна оказывает компания из Эстонии по просьбе Киева, передает РБК. По данным сайта по отслеживанию судов «Марина Трафик», «Жебек Жулы» уже прибыла в порт Карасу. В качестве порта отправления указан Новороссийск, откуда, по данным сервиса, судно вышло 22 июня. Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, сообщил в пятницу журналистом пресс-секретарь американского оборонного ведомства Тодд Бриссел. По его словам, этот пакет помощи включает в себя поставку дополнительных боеприпасов для американских РСЗО «Хаймарс», для норвежских зенитно-ракетных комплексов «Насамс» до 150 тысяч 150-мм артснарядов, а также четыре контрбатарейных радара. Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенно-частичных соглашениях Совета Европы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, Москва прекращает участие в группы по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям, в частичном соглашении 1990 года, учреждающем Европейскую комиссию за демократию через право, в частичном открытом соглашении Совета Европы по прогнозированию предотвращения и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф. Минобороны России сообщило, что киевские власти блокируют выход в море 70 зарубежных судов из 16 стран. Созданная официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяет судам беспрепятственно выйти в открытое море, заявил начальник Национального центра управления обороны России Михаил Мизинцев. По его словам, российскими военными созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов. Он отметил, что детальная информация о порядке функционирования морских гуманитарных коридоров ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках. Правительство России приняло постановление о переводе в рубли пошлин на экспорт зерна подсолнечного масла из Шрота из России. Документ также предусматривает продление на год до 31 августа 2023 года пошлины на экспорт подсолнечного масла и подсолнечного Шрота. Постановление подписано 30 июня этого года и размещено на официальном портале правовой информации. В рамках перевода пошлин на рубли базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу составит 15 тысяч рублей за тонну, на ячмене кукурузы 13 тысяч 875 рублей за тонну, на подсолнечное масло 82 с половиной тысячи рублей за тонну, на широт 13 тысяч 875 рублей за тонну. Комитет Госдумы по экономической политике одобрил поправку к законопроекту о контисонных соглашениях, в соответствии с которой он будет дополнен формулировкой контрсанкционной информации. Под ней понимаются сведения, планируемые к осуществлению российскими физическими или юридическими лицами сделках, публичное разглашение информации о которых может повлечь в отношении сторон сделки введение международных санкций. Текст законопроекта опубликован в парламентской базе данных, пишет коммерсант. Экономисты американского банка JP Morgan Chase указали на опасную близость американской экономики к рецессии, сообщает Bloomberg. Славление потребительского спроса по оценкам банка может стать причиной замедления роста экономики США во втором квартале до 1% в годовом выражении, по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%. JP Morgan ожидает, что только к концу года темпы роста ВВП возрастут и в последнем квартале составят 1,5%, чему может способствовать замедление инфляции, а также укрепление объемов производства автомобилей. В первом квартале ВВП США снизился на 0,6%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова